Всем привет! Сегодня я покажу вам очень интересную и самое главное полезную самоделку. Нам потребуется отрезок фанеры. Именно она и будет выступать основанием. Ближе к краю приклеиваю небольшую клемму. На противоположной стороне устанавливаю выключатель. Далее нам потребуется вот такое ферритовое колечко. Оно может быть и больших размеров, но чем больше размер этого колечка, тем больше габариты нашего будущего устройства. Раздобыть такие кольца можно в неисправных блоках питания компьютерных, энергосберегающих лампах и тому подобном оборудовании. Также потребуется провод, в моем случае провод диаметром 0,17 мм. Можно использовать и более толстый провод. Наматываем 25 витков. Отключили свет, но нас этим не возьмешь. Включат, продолжим. Электрическая энергия снова поступает и мы продолжаем. Напоминаю, что необходимо намотать 25 витков. Для того, чтобы зафиксировать вывод, использую небольшое количество суперклея. Вторая обмотка будет содержать 40 витков. Потратив буквально полчаса времени, получился вот такой трансформатор. Стоит отметить, что обмотки стоит соединить следующим образом. Начало первой обмотки соединяем с концом второй обмотки. Вторая обмотка содержит 50 витков. Точно такого же провода. Для тех, кто будет заниматься этим впервые, вот так это должно выглядеть. К слову, вместо ферритового кольца можно использовать и Т-образный сердечник, и даже стержень. Полученный трансформатор закрепляю на основании. Кроме указанного выше, потребуется транзистор. В моем случае, это германевый транзистор MP20A. Разумеется, можно использовать абсолютно любой маломощный транзистор. Например, КТ-315 или импортные аналоги маломощные. Для возможности крепления транзистора, а также для возможности проведения монтажных работ, сверлю несколько отверстий. Продеваю ножки транзистора и загибаю их с обратной стороны. Стоит обратить внимание, что потребуется еще резистор с сопротивлением 2,2 кОм. У меня он MLT советского типа. Произвожу сборку согласно схеме. Питание устройства будет осуществляться от одной батарейки. Для нее устанавливаю соответствующий кейс. В разъем устанавливаю белый сверхяркий светодиод. И затягиваю винты. Как вы можете заметить, питание устройства осуществляется всего лишь от одной батарейки. Что не совсем привычно. Ведь светодиод питается от напряжения 3-3,5-4 вольта. В нашем случае достаточно всего одной батарейки. Очень важный момент, о котором стоит упомянуть и который стоит подчеркнуть. При отключенном питании схема практически не потребляет электрический ток. То есть элемент питания не будет саморазряжаться практически никогда. Но почему же этот фонарик, эта свечка, как принято их сейчас называть, вечная? Слово вечная слегка в кавычках. Все дело в том, что даже при очень сильном разряде элемента питания, светодиод продолжает гореть. И довольно ярко. Блок питания. Выставленное напряжение 0,35 вольт. Как можно заметить, даже при 0,35 вольтах светодиод продолжает светиться. Разумеется, при большем напряжении свечение будет поярче. Исходя из вышесказанного, выплывает ниже следующее. Благодаря этому устройству мы можем разрядить батарейку за счет светодиода до полного ее истощения. При этом каких-либо дефицитных деталей не используются. Они очень дешевые и доступные. Пишите свое мнение в комментариях. Жму руку, как всегда, на посран. Всего хорошего, мирного неба. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok